Продолжение следует... Чиновники поняли, что им не хватает денег на обещанные народу Путиным щедроты. Ох, эти сказочки! Ох, эти сказочники! И, как обычно, стали подгонять цифры. Маловато, понимаешь? Маловато будет! В Министерстве труда пересчитали прожиточный минимум в меньшую сторону. И случилось это аккурат после того, как чиновники прикинули, сколько миллиардов придется потратить на новые путинские пособия. По числу тех, кто не может обеспечить себе прожиточный минимум, в России сегодня считают количество малоимущих, нуждающихся в социальной помощи и различных доплатах. Размер которых устанавливается, исходя из величины этого самого минимума. А еще прожиточный минимум – это отличный инструмент для статистических манипуляций. Понижаем его на 2-3% и вот в стране на миллион меньше бедных. Мелочь, а приятно. Сейчас и без того стыдные 11 тысяч с копейками решили урезать еще на 3,7%. Чиновники, естественно, сразу поспешили успокоить возроптавший народ. Дескать, прожиточный минимум только за 4-й квартал 2019 года понизят. А рассчитывать все будут, отталкиваясь от уровня 2-го квартала. Россиян пытаются убедить, что понижение чисто формальное. Просто стоимость потребительской корзины чуть просела. Капуста с картошкой, понимаете ли, подешевели. И еще лук со свеклой. Проезд подорожал почти во всех регионах. В Петербурге взносы на капремонт выросли почти в 2 раза. Плату за детские сады подняли. Инфляция? Не знаем ничего. Капуста же, потребительская корзина. Ничего не понимаю. Дело, конечно, совсем в другом. Просто в правительстве очень разволновались. У них там, кажется, дебет с кредитом никак не сходится. Министры кое-что посчитали и прослезились. У вас все дома? А? Выяснилось, например, что на одни только детские пособия от 3 до 7 в 2020 году потребуется 159 миллиардов рублей. Причем не для всех, только для малоимущих. Красиво. В нынешнем году размер выплаты составит всего 5,5 тысяч рублей в месяц. Или 66 тысяч за год. Поделим 159 миллиардов на 66 тысяч и получим, что в стране более 2,4 миллиона бедных дошколят. Треть от общего числа детей этого возраста. Не верите? Посчитайте сами. Статистика рождаемости в России пока не засекречена. Полгода назад мы узнали, что в России в бедности живет каждый четвертый ребенок. Страна была в шоке. И вот новое дно. Среди дошкольников в нищете прозябает каждый третий. А среди многодетных семей малоимущих более 52%. И, видимо, станет еще больше. Россиян же всех призывают активнее размножаться, в том числе соблазняя пособиями. Такую ораву нуждающихся в нынешних экономических условиях не прокормить. Стало быть, ее надо сократить. В народе давно гуляют шутки про налог на голодающих. Ну вот снижение прожиточного минимума – это такой завуалированный налог и есть. Кстати, детский минимум собираются урезать больше, чем для работающих и пенсионеров. На 4,2%. Потому что денег нет. И деньги, и документы, и валюта, все. Остался экскурсовод. Ну так получилось. Это легко понять, если посмотреть, как лихорадочно жонглируют чиновники цифрами. Все в спешке перекраивается. И в конечном счете, ничто ни с чем не сходится. Ни чего не понимаю. Ты честно поймешь. Порой доходит до смешного. Не так давно россиянам говорили, что на исполнение президентских обещаний потребуется 4,5 триллиона рублей в течение 5 лет. Теперь уже, что 4,1 триллиона. А иногда звучат суммы 400-500 миллиардов ежегодно. Вот и умножьте сами на 5 лет. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Ну, это я уже видел. Социальный вице-премьер Татьяна Голикова хвастается, что на выплаты по материнскому капиталу в 2020 году уйдет 122 миллиарда рублей. А в следующем вообще 250-290 миллиардов. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ой, кого-то, кого-то ты мне напоминаешь, тетя. При этом в 2017-м председатель правления пенсионного фонда Максим Топилин сообщал, что на обеспечение по мат-капиталу в 2018 году в Пенсионный фонд России перечислят 330 миллиардов. Это когда ни о каком сертификате за первого и речи не шло. А вот теперь начинается чистая правда. То есть обязательств власть взяла больше, а денег на это планирует потратить меньше. Чудеса, да и только. Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю. Еще один важный момент. К размеру прожиточного минимума привязывается минимальный размер оплаты труда. Это положение Путин сейчас даже хочет закрепить в Конституции, как прогрессивное и якобы что-то там народу гарантирующее. Народ! Это же я! И вот прожиточный минимум полез вниз. Получается, роста зарплат не предвидится. Значит, и о повышении производительности труда и разгоне экономики можно только мечтать. Ни елки, ни зайца, ничего. А спички ты еще весной посеял. При этом смрот тоже мухлюют. Если до 2007 года в Трудовом кодексе была оговорка, что этот показатель не может включать в себя никакие надбавки, премии, стимулирующие выплаты, то потом эти уточнения незаметно исчезли. Ой! А где это да? В ходе обсуждения поправок в Конституцию предлагалось вернуть положение, что мрот это только оклад. Но в правительстве отказались, посчитав, что из-за такого решения казна будет терять примерно 400 миллиардов рублей в год только на зарплатах бюджетников. То есть фактически признали, что работающие люди недополучают столько, сколько власть соблаговолила потратить на милостыню. Дальше будет еще печальнее. Ху! Солотой дом! Думается, тенденция на снижение прожиточного минимума и мрот продолжится. Не обязательно в абсолютном выражении. Просто индексация будет отставать от инфляции. А если кто возмутится, так чиновники все растолкуют. Скажут, редька с хреном подешевели. Через год, к слову, нас ожидает серьезный пересмотр состава продовольственной корзины. Отредактируют ее с поправкой на здоровый образ жизни. Ну вы понимаете, мясо вредно, в рыбе ртуть, ешьте картошку и будьте здоровы. Что такое прожиточный минимум по определению? Это такая сумма, от которой копеечку нельзя отнять, потому что если отнимете копеечку, человек умрет с горлоду. Как минимум треть населения страны живет на доходы, которые позволяют им поддерживать исключительно физиологический минимум. Попросту говоря, не отправиться на тот свет. И в этой ситуации чиновники Минтруда говорят, что коль скоро цена на картофель, морковь и лук снизилась более чем на 20%, на белокочанную капусту на 18%, а на свеклу на 19,5% необходимо уменьшать размер прожиточного минимума. Более чем странный подход. Ведь очевидно, что в нынешней потребительской корзине и так явный дефицит полезных для здоровья продуктов. Мяса, рыбы, овощей, фруктов. Мяса, рыбы, овощей, фруктов.